всем привет привет сегодня небольшое путешествие 15 июня едем в парк у нас когда-то было видео но нам не суждено было туда попасть начался карантин поэтому сегодня мы вам покажем попытка номер два поехали нас просторе да мы все еще нет вот эту горку я беру на велосипеде только в обратную сторону 10 процентов подъема облачка разбежались у нас вообще пасмурно здесь так слегка но достаточно прохладно всего 23 градусов там не стройка вот за то место мы поедем да не видно сейчас еще один поворотик покажем вот он здесь подкорректирует красота ну вот мы доехали до начала парка небо какое-то потрясающее эвкалипт огромный кто смотрит наше видео постоянно ну вот сюда уже приезжали начало показывали вот такой парк вот такие маршрут и вот тут начало оттуда мы пришли и вот так движемся внизу речка находится сейчас не особо-то видно но мы вам ее покажу и идем вот между гор между сопок я не знаю гор наверное вот такой вот глинистые дорожки песочно-глинистые красавчики такие дикие фиалки можно сказать идем мы идем и вдруг встречаем указатель нам теперь туда вниз спускаться страшно и интересно левады это кто смотрит нас из азии из средней азии это арыки для полива и тропинки вдоль этих арыков чтобы их чистить на модели очень много кто был на модели марин была помнишь ходила а до этого что со временем было фото что ли я не понимаю 06 по камням ну да а мне почему-то 1,6 прибираемся полянка какая-то это наверное поле чего-то было а тут еще сооружение надо поднаки смотреть да камни-камни колючки и нам куда налево нами здесь гидросооружение какое-то брошенное где-то триката была посолидней и еще ниже там колючка я вижу голову бамбуки ежевик а здесь была вода смотри земля потрескалась заливные луга сейчас мы наверно обратно дойдем ягоды это волчья что-ли волчья ягода никакая она не волчья у меня она в огороде бузина вот опять васильки мои красавчики это же маргаритки майкл квалификации цветов это маргаритки были не маргаритки нет фиалки фиалки ночные помнишь кто-нибудь сейчас вот я скажу ночная фиалка и сразу запах в носу ощущается да нет вроде не должны а может быть кстати сейчас чуть-чуть пройдемся где речка то вот и река там кто-то плещется рыбушка крокодил плещется плещется это на лягушке так черепахи черепахи мы-то думали лягушки это черепахи убежали да только что нырнули я попробую увеличение сделать для рыбаков из казахстана покажем нашу рыбу ее нам видно мне не очень видно вот так вот в дерево-то какое-то я думал он течет речка-то она стоит да и тем кто не видел что такое левада не знает вот он этот арык он сделан не из камней выложен из камней и здесь должна вообще течь вода когда-то она текла и туда дальше уходит этот канал а там наверно можно стоять да вот левада приходит а здесь этот переключатель какой-то был или что-то механизм какой-то насос что-то типа мельница сюда вода лилась для чего-то приводился выдвижение проживающий механизм не вот там есть я прям вижу рыб но ли плещется они когда выключаешь камеру кто местную культуру знаю это ткань желтая мы пришли к выводу что здесь на и могут сушить какие-нибудь травы или фрукты как не фрукты не похожа слишком легенькая конструкция путешествуем дальше для садоводов любителей посмотрите какая земля здесь вот на ней они возделывают все свои фрукты овощи все подряд отвоевывают у природы но это глина какая-то и песок и все будешь тут ничего нет трещотка трещит и вот каменистые дороги мы нашли чувство вода проточка течет шумит красиво туда проберемся традиционно португальская вещь это вот такие места для пикников везде где природа везде есть либо такие каменные столы либо деревянные еще бывают мангалы и здесь около реченьки все красотенькая вода падет сейчас проберемся а вот там камень русалка наверно садишь туда и вообще фоточки получается шикарные еще одно место вот левада впадает в речку или она заканчивается или сделали я думаю что это источник и из источников впадает в речку здесь вот черепахи там 4 вида вроде бы вот это и есть источник начало то есть вода прозрачная чистенько все а там еще все равно речка какая-то еще одна есть которая пониже здесь вода больше стоящего но на все равно прозрачная вот она всего природы место отдыха около такой дуб и в него наверное как молния на ударила он черный внутри выгорела сердцевинка указатели нам виляли переходить речку а здесь так вот брод когда воды нет из камней когда воды будет побольше а дальше вот такая заболотистое место это мы уже возвращаемся другой дорогой но вместо нашего старта и проходим лужайки склоны дорога местами опасно местами хорошо сегодня нам конечно погода повезло облачка хоть и верхние но хорошая в 11 километрах у нашего дома то вообще тучи ходят мы сейчас с этой стороны увидели противоположную сторону там где мы припарковались это вот там маршрут такой несложный приятные нам понравилось в общем все как мы и думали закончился наш маршрут этим спуском переходим речку в обратную сторону и поднимаемся вот туда по дороге асфальтовая там наш машина стоит надеемся вам было тоже интересно смотрите подписывайтесь если понравилось поставьте лайк напишите что-нибудь будем очень рады всем хорошего настроения пока пока